В гитлеровской Германии особенное внимание уделялось молодежи. Считалось, что правильное идеологическое воспитание сформирует будущий костяк молодых людей, которые продолжат вести Третий Рейх к расцвету. Чтобы это дело привести к единому знаменателю, были созданы несколько нацистских молодежных организаций. Самый известный, конечно, является Гитлер-Югент. Но в нем членствовали подростки мужского пола. Для девушек же были созданы дополнительные молодежные организации, первой и самой главной считался Союз немецких девушек. Главной задачей Союза считалось воспитание будущих расово- и идеологически идеальных представительниц слабого пола, которые станут достойными боевыми подругами, женами и матерями. Поэтому занятия в Союзах проводились регулярно, как и тренировки. Первое, на что обращалось самое пристальное внимание – посещение самих занятий. Доходило до того, что после нескольких пропусков девушек доставляли принудительно с использованием полиции. Чем же занимались будущие жены и матери? На самом деле гитлеровцы не изобрели ничего нового. Естественно, с поправкой на идеологию. Девушек учили домашнему рукоделию, постоянно обрабатывали идеологически, прививая мысли о превосходстве арийской расы и об избранности Германии и ее фюрера Адольфа Гитлера. Кроме того, большое внимание уделялось физическому воспитанию. Девушки активно занимались спортом, часто уходили в походы, совершали сплавы по рекам и так далее. В общем и целом готовился и выращивался молодой, здоровый, крепкий, физический и идеальный идеологический материал для производства будущих жителей нового Третьего Рейха. Но это внешняя сторона. Как и в любой организации, в Союзе немецких девушек существовало и достаточно много не самых приятных тайн, о которых было не принято распространяться. Во-первых, полностью оболваненные идеологические девушки начинали смотреть на мир совсем другими глазами. Любая попытка кого-то даже минимально нарушить установленные порядки приводила к неприятию и даже обращению в соответствующие службы с жалобами. Причем жалобы могли поступить даже на собственных родителей. Например, если девушка из Союза заставала родителей за тем, что они слушали английское радио, то она спокойно шла в гестапо и доносила. Очень часто родители отправлялись в концентрационный лагерь, а девушка, конечно же, получала благодарность от руководства за бдительность. Доходило до того, что девушки начинали откровенно шпионить за своими родителями, соседями и знакомыми. При этом они были твердо уверены в том, что поступают только правильно и на благо своей родины. Одна из бывших членов Союза, Гертруда Вортман, вспоминала. Ведь дети воспитывались в основном вне стен родительского дома. Они шпионили за собственными родителями не из-за своей прирожденной злости, а в силу своей наивности. Они полагали, что в этом случае родители совершают преступления в отношении фюрера. Вторым достаточно неприглядным моментом была система наказаний. Причем эта система была такой, что фактически ставила нарушителя на уровень изгоя в Союзе. Например, девушку за какой-то проступок могли лишить галстука, который являлся одним из элементов униформы. Отсутствие галстука сразу же говорило остальным о том, что девушка совершила неприглядный проступок. Поэтому на нее могли обрушиться и презрение остальных, и даже откровенные издевательства. И, конечно же, вопрос близких отношений с мужчинами, особенно для девушек в возрасте от 16 до 18 лет, стоял особенно остро. Часто девушки проводили совместные мероприятия с парнями из Гитлерюгенд. Отборные юноши и не менее красивые девушки постоянно пересекались, поэтому между ними не могли не возникнуть желания определенной близости. Но нужно отметить, что в Союзе эталоном поведения было именно целомудрие. То есть девушка могла лишиться девственности исключительно после свадьбы, и никак иначе. Но в реальности ситуация выглядела совсем иначе. Девушки тайно вступали в связи с парнями, часто не с одним. И тут интересно поведение руководства. С одной стороны, любые отношения запрещались. Те девушки, которые даже после нескольких внушений не оставляли попыток заняться любовью и беременели, сразу же исключались из Союза. Девушкам между 16 и 18 годами было трудно запретить отвечать взаимностью на любовь. Когда попадались девушки, державшиеся чересчур вольно, мы сначала делали им серьезное внушение. Но если она пропускала все наши увещевания мимо ушей и беременела, тогда ее членство заканчивалось. Такие случаи были. Однако официальная нацистская пропаганда к беременности относилась более чем лояльно. Особенно если девушка забеременела от чистокровного арийца. Поэтому даже исключение из Союза будущей матери грозило не только отсутствием каких-то санкций, но и постоянной помощью от государства. Причем эта помощь была достаточной, чтобы чувствовать себя даже относительно независимо. По сути, неофициально руководство только приветствовало внебрачные связи между девушками из Союза и молодыми парнями из Гитлер-Югенда, либо вообще заслуженными сынами рейха, офицерами, солдатами и так далее. Третий. Также неприглядный с одной стороны момент, а с другой наоборот удивительным было маниакальное стремление к чистоте. Те девушки, которые сумели удержать позывы плоти, должны были направить нерастраченную энергию на что-то другое. Этим что-то явилось патологическое стремление к абсолютной чистоте. Сегодня подобное психиатры считают заболеванием. А тогда это было на самом деле в порядке вещей. Доходило до того, что даже за самое крохотное пятнышко на блузке девушку могли не допустить к занятиям или вообще наказать тем же лишением галстука. И чистота должна была быть во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая комнатой, квартирой или домом, где девушка жила. Рядом с чистотой появились и другие требования. Отсутствие любых украшений, неприятие косметики, а о вредных привычках даже не приходилось говорить. Курящая девушка из Союза считалась таким же невероятным событием, как появление динозавра на Эйфелевой башне. Наконец, самым, возможно, странным и на самом деле страшным психологически было то, что нерастраченные чувства в близких отношениях изливались на единственного и обожаемого фюрера. Многие сотни и тысячи девушек из Союза забрасывали гитлеровскую канцелярию письмами с признаниями в любви. Причем девушки не просто выражали свои чувства, но и открыто предлагали себя в качестве мамы для будущего ребенка фюрера. «Одна мысль о том, что вы не можете иметь детей, лишает меня покоя». Фюрера называли любимым, единственным, обожаемым. Ради справедливости нужно сказать, что канцелярия педантично давала стандартный ответ на каждое такое письмо, а также создавала и вело картотеку от правительниц. Если количество писем от одной из девушек начинало превышать некие допустимые пределы, то, как ни странно, из канцелярии шли бумаги в полицию, а там уже предпринимали меры или проводили профилактические беседы, или даже отправляли несчастную на лечение в психиатрическую больницу. Рядом с выражением чувств любви к фюреру было и желание его увидеть. Многие сотни и тысячи девушек часто приезжали в город Берхтесгаден, а затем пешком девушки-паломницы отправлялись в Бергхоф, где располагалась так называемая горная резиденция Гитлера. Там девушки замирали у подножья и с нетерпением ждали, когда появится обожаемый ими фюрер. Также бывший член Союза Анна-Мария Аумюллер после войны вспоминала, как примерно происходило явление Гитлера боготворившим его девушкам. «Мы скандировали хором «Дорогой вождь, будь так добр, выгляни на минутку в окно!» И когда мы в волю наорались, он действительно выглянул. Тогда мы снова бешено закричали «Хайль Гитлер!» Мы стояли и кричали еще несколько часов. Когда следующим утром мы пошли в школу, мы были совершенно обессилены, не могли даже говорить, откуда паломницы пешком направлялись в горную резиденцию Гитлера. Именно благодаря такой психологической и идеологической обработке многие девушки из Союза только и мечтали о том, чтобы принести пользу своей родине и лично Адольфу Гитлеру. Причем им было абсолютно не важно, что делать. Главное – быть полезной. Точных данных нет, но известно, что многие девушки из Союза абсолютно добровольно пошли работать в армейские бордели. Естественно, что не солдатские, но сам факт подобного решения сегодня может только шокировать. И причина была не в тяжелом финансовом положении, а именно в стремлении быть полезной. Наконец, самым страшным следствием и закрытой темой является то, что часто девушки из Союза добровольно шли работать в службу безопасности СД или систему концентрационных лагерей. Германии нужны люди, вот они есть и готовы служить. Если внимательно посмотреть биографии многих самых жутких надзирательниц, то окажется, что некоторые прошли хорошую школу в Союзе немецких девушек. Причем воспитанницы, опять же, не видели ничего плохого в издевательствах и уничтожении людей. Раз это нужно Германии, значит, это справедливо и должно быть. А о том, что творили бывшие воспитанницы Союза в концентрационных лагерях, сказано достаточно. Кстати, уже после войны девушки из Союза открыто заявляли, что то время было самым счастливым в их жизни.